МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С самыми интересными новостями из мира экономики, финансов и бизнеса. Господдержка ипотечного кредитования не помогла оживить рынок новостроек. Граждане все меньше берут жилье в кредит. По информации агентства Франк Ресечгрупп, темпы ипотечного кредитования в банках продолжают снижаться уже второй месяц подряд. В сентябре был рост всего 0,7%, в октябре – 1%. Причем ранее темпы роста ипотеки наоборот ускорялись. Власти запустили программу господдержки в марте этого года. По ней россияне могут брать квартиры и ипотеку по сниженной ставке 12% годовых. Такие условия предлагаются в течение года. Счетная палата страны предсказывает дефицит мяса, молока и сыров в следующем году и предупреждает о рисках дефицита в связи с импортозамещением. В палате уверены, что потребитель привык к качественной продукции и не будет удовлетворен российскими аналогами худшего качества. При производстве этих товаров используется импортное сырье из стран, которые подпали под эмбарк. Это приведет к невысокой загрузке мощностей при изготовлении мясной и молочной продукции. Аудитор заключает, что отечественным производителям не стоит ждать высокого спроса потребителей в случае ухудшения качества продукции. Почти половина товаров из Китая, купленных через интернет, подделка. Таковы результаты проверки промышленно-торгового управления Народной Республики. По данным ревизоров, 40% товаров – фальсификат. С ростом электронной торговли резко увеличилось количество дел о нарушении гражданских прав. За год в промышленно-торговое ведомство Китая поступило около 80 тысяч жалоб на товары, купленных онлайн. В прошлом году эта цифра была в 4,5 раза меньше. Отмечу, что за последнее время онлайн-торговля из Поднебесной растет бурными темпами. Розничный оборот таких продаж ежегодно увеличивается на 40%. Оборот в сегменте составил больше 400 миллиардов долларов. Онлайн-службы такси обрушат цены на перевозки в Новосибирске, пишет портал «Деловой квартал». Пришедшие в область агрегаторы, такие как Яндекс.Такси и Юбер, смогут опустить минимальную цену поездки с нынешних 100 рублей до 50. Подробнее об этом деловые новости поговорили с председателем профсоюза работников такси в Новосибирске Андреем Артюхой. Наступает золотой век именно для водителя такси. Ему сейчас хорошо, но и пассажирам тоже. Но и самое главное, что здесь строгий отбор по всем этим компаниям. Значит, машины только свежие, водители проверены, лицензированы. И все таксопарки, ну настоящие, да, лицензированные, они уже заключили договора. Скет заключили почти все таксопарки. С Яндекс пока не все, но тоже заключают. То есть этот процесс Яндекс зашел не так давно. Рекламу-то будет давать только с понедельника. Убер заходит, но он скромно, насколько я знаю, он всегда заходит очень медленно. Но тоже там будет строгий отбор по водителям и по автомобилям. Поэтому и пострадают, и как я еще раз хочу повторить, пострадают чистые диспетчерские, да, у которых нет своего телефона. Понятно, что весь рынок не завоюет, значит, эти приложения, потому что это мобильные, это нужен смартфон, да, там на андроиде. Вот, но то, что пострадает не только, что будет меньше заказов, но и тем, что там останутся очень плохие автомобили и плохие водители. То есть все нормальные водители с хорошими автомобилями уйдут вот в эти три крупных агрегатора. Это 100%. Прогноз из Аминистрации Новосибирской области. Дефицит бюджета в регионе в следующем году снизится в два раза. В 2016 году область заработает более 90 миллиардов рублей. Еще больше 10 миллиардов – дотации и трансферты из федерального бюджета. Общий доход составит 103 миллиарда рублей. Расходы – около 110. Дефицит плановый, отмечает губернатор, ожидается в районе 6 миллиардов. Он в два раза меньше, чем в этом году. Антимонопольная служба России сообщает, лекарства продолжают дорожать, несмотря на регулирование цен. Государственное регулирование цен на жизненно важные препараты усугубило ситуацию, уверяют антимонопольщики. Так как нерегулируемый сегмент лекарств продолжает расти, производители сократили объемы реализации нерентабельной дешевой продукции, в то время как оптовые и розничные продавцы заинтересованы в работе с наиболее дорогими препаратами. Таким образом, при стабилизации цен на отдельные лекарства, затраты потребителей на медикаменты увеличились, отмечают антимонопольщики. В деловых новостях, цитата дня, первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин заявил, что преодолеть волатильность валютного курса невозможно. Цитирую, хотелось бы, чтобы он был стабильным, но не получится. По его словам, сейчас очень мало возможности регулировать стабильность курса. На этом я с вами прощаюсь. На канале ОТС только все самое свежее и интересное. Оставайтесь с нами. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!